Приветствую вас. Судя по описанию, которое вы предоставили, я могу констатировать у вас два основных момента. Первый момент – это наличие комплекса и, на мой взгляд, в данном случае комплекс имеет место быть ядерный. То есть в центре этого комплекса стоит ваше переживание, которое ваш муж эффективно закрепил на эмоциональном уровне, и теперь вы переживаете за всё. То есть, ни для кого не секрет, что в процессе, в период беременности, женщина куда более эмоционально нестабильна, и, соответственно, в период беременности, женщина более подвержена переживаниям, страхам, тревожности, мнительности и так далее. Так вот, ситуация следующая, что мужчина ваш вызвал у вас сильный приступ этой самой тревожности, грусти и прочего. А, впрочем, я скажу немножко позже. И у вас было сильное переживание, которое закрепило в вас чувство этой тревоги. И теперь вокруг этого переживания крутятся все ваши проблемы в жизни. Проблема в том, что вы связываете свои переживания сейчас с тем, что ушёл ваш муж, с чувством собственной беспомощности, и всё это у вас эффективно закреплено, потому, что от вас ушёл муж, ну, скажем так, в самый неподходящий момент, скажем так. Вот он ушёл от вас тогда, когда вообще-то, ну, вообще не надо было уходить, он от вас ушёл. И именно по этой причине ситуация и складывалась вот таким образом. То есть, что я вам хочу сказать. Ну, во-первых, что вам необходимо разбирать ваше аффективное состояние с тем, чтобы прорабатывать его рационалистично, говоря иными словами, вам нужно более адекватно оценивать себя и более адекватно прорабатывать то, что с вами произошло, чтобы всё-таки вот эти вот аффективные связки, которые у вас есть, чтобы они всё-таки как-то вот, ну, уходили. То есть, да, чтобы вы своим интеллектом, разумом понимали, что нет, нету никакой связи. Это первое. И второе. Немаловажная причина, по которой вы переживаете, теперь заключается в том, что в результате ухода от вас, вашего мужа, ваши представления о себе поменялись. И, может быть, вы стали думать о себе иначе, ну, вообще, скорее всего, вы думаете о себе иначе, скорее всего, вы думаете о себе теперь по-другому, скорее всего, вы думаете о себе хуже и так далее. Ну, и, соответственно, с последствиями вот подобных страхов и нужно разбираться, потому что они все являются довольно-таки министическими, довольно-таки министифицированными и не имеют под собой никакой реальной основы, вам нужно только с ними работать. Например, вот вы говорите, что я боюсь, что не смогу постоять за себя и своего ребенка. Но, чтобы постоять за себя и за своего ребенка, нужна угроза. Возникает вопрос, откуда эта вся самая угроза? Откуда вы ожидаете, что к вам эта угроза, например, придет? Почему она должна прийти, эта самая угроза? С чем она связана? Ее же еще нет, значит, волноваться не о чем. Если угроза все-таки придет, то стоит подумать, так ли она страшна на самом деле. Действительно ли угроза так страшна, что достойно вашего переживания. Ну и далее, соответственно, что вы будете делать конкретно, если эта угроза все-таки придет? Вот обо всем этом вам нужно кратко-таки подумать. Это очень важные, на мой взгляд, моменты, которые помогут вам справиться с вашими страхами и помогут вам стать более свободны от них. Их помогут вам более, 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 ну, стать более волевой, более свободны именно с волевой точки зрения. Это, на мой взгляд, тоже очень важно. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что со страхами, с ними в целом нужно работать. Это работать не одного дня, к сожалению. Ну, хотя бы потому, что вы с ними жили довольно продолжительное время, вы жили с этими страхами. И я думаю, что именно из-за того, что вы с ними жили, вы уже привыкли бояться. Так вот, нужно понять, что сам по себе страхи – это хорошо. Сам по себе страх – это нормально, это естественно, это правильно, потому что страх – это инстинкт человека. Но, важно понимать, что страх не должен парализовывать. Он не должен как-то демотивировать человека. А он вас, судя по всему, именно демотивирует. И отсюда причина, по которой вы нам написали. А значит, это уже не реальный страх, потому что, ну, реальный страх, реальная опасность и реальные действия, которые вы предпринимаете для того, чтобы либо адаптироваться к тем негативным обстоятельствам, которые могут произойти, да, либо, соответственно, их избежать. Это реальные обстоятельства. А вы боитесь очень сильно, боитесь того, что не произошло, значит, все-таки этот страх ирк национальный, а это означает, что с ним нужно работать. Ну и, кроме того, расход с мужем, развод с мужем – это всегда травма, психологическая травма, и с ней также рекомендуется работать. То есть, сначала просто проговорить все, что вы хотите, проговорить все, что у вас накопилось, вот, за тот период и за тот год, что вы не можете прийти в себя. Это работа. Надеюсь, что вы это понимаете. Если вы хотите, чтобы у вас ребенок был счастлив, если вы хотите, чтобы у него было все хорошо, то нужно понять, что это напрямую зависит от вас. То есть, если у вас все будет хорошо, то и у ребенка все будет хорошо. И, соответственно, он вырастет здоровым и психически полноценным человеком. Для этого ваше внимание сейчас работает над собой, над своими страхами, над своими переживаниями, с конфликтами, противоречиями и над тем самым комплексом, о котором я вам говорю. Я думаю, что комплекс выравнивается и прорабатывается путем бесед психологических, не стоит рассчитывать на быстрый результат, но по восхождению ряда консультаций, в том числе и по аудио-видеорежиму, я думаю, что вам станет значительно легче. Ну, хотя бы потому, что вы получите необходимую поддержку, хотя бы потому, что вы увидите обратную связь от человека, психолога, и сможете на основании этого опыта работать с ним, уже выстраивать какие-то новые представления о себе. В частности, вы, например, можете думать, что вы больше не отойдете с мужчиной, и в частности, вы можете думать, что у вас с ним получится построить отношения, что вы некрасивая, непривлекательная, что вы там никому не нужны и прочее, прочее, прочее. Все это, конечно же, не что иное, как иллюзия, не так нужно работать и над уверенностью в себе тоже. Кстати, страх – это недоверие в себе и неуверенность, что вы справитесь со своими проблемами. Ну, и в вашем случае я рекомендовал бы подумать о том, от кого вы хотите защищать себя и своего ребенка. Понимаете, то, что с вами происходит, более всего, он бьет именно по нему, по ребенку. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok